Уважаемые коллеги, тема сочетания лучевой терапии и иммунотерапии в последние годы представлена достаточно широко. Не настолько широко, конечно, как химиотерапия с иммунотерапией в замечательном предыдущем докладе, но исследования такие появляются. На следующих двух слайдах виден целый ряд продолжающихся исследований, в которых определяются и режимы фракционирования, и последовательность применения препаратов. То есть исследования продолжаются, их много, и изучаются самые различные направления, в том числе и иммунных маркеров и медиаторов. Конечно, лучевая терапия рака легкого имеет все-таки основное местно-регионарное воздействие на опухоль, Однако ее системные эффекты тоже известны достаточно давно, связаны с повреждением опухолевых клеток при воздействии радиации и массивным высвобождением антигенного материала различных белков, которые связываются с рецепторами иммунокомпетентных клеток и комплексов гистосовместимости. Возникает эффект иммунизации инвива. Этот путь не единственный. Имеется целый ряд биологически активных веществ, часть из которых обладает как иммуногенными свойствами, другая часть, наоборот, иммуносупрессивными. Известен факт снижения уровня лимфоцитов, особенно при длительных курсах лучевой терапии, при классическом фракционировании, допустим, там 55-60 грей, по 2 грей. Ну и вот на слайде показана тоже масса различных гуморальных факторов, которые могут воздействовать на иммунный ответ как тут, так и в другую сторону, но обычно все-таки превалирует положительное влияние с точки зрения иммунного ответа. На этом слайде показано любопытное исследование, в котором было показано значительное увеличение экспрессии пептидов белков главного комплекса гистосовместимости первого класса после проведения облучения. Причем четко показано на нижнем слайде в углу дозозависимый эффект. Чем больше была доза за фракцию, тем больше была и экспрессия белков главного комплекса гистосовместимости, что сочеталось с эффективностью презентации клеток. Еще в 60-х годах прошлого века известен так называемый абскопальный эффект, то есть системный эффект от химиотерапии. Когда мы воздействуем на опухоль в одном месте, то реагируют и ее иные очаги. Тут много синонимов, радиоиндуцированный эффект, немишенный эффект, то есть показывается, что опухолевые массы, находящиеся вне мишени, также реагируют. Но это является многопричиной сдвига парадигмы современной радиобиологии. Механизмы не всегда ясны, изучаются. Вот, например, одна из интересных работ, в которых показано влияние на статоксический эффект опухолевых клеток в зависимости от так называемых клеток-киллеров. Важный момент – это возможность ухода опухоли из-под иммунного ответа вследствие так называемого иммунного истощения. И, конечно, здесь играет в основном основную роль – это экспрессия различных регуляторных рецепторов. Облучение опухоли, сам факт ее облучения и изменение рецепторного статуса может предполагать возникновение второй волны иммунного ответа. Вот, любопытная экспериментальная работа. Она, правда, приведена на клетках меланомы, но она экспериментальная, поэтому имеет значение и в нашей ситуации. Когда последовательное применение анти-CTL4 и анти-PDL1 иммунопрепаратов после проведения лучевой терапии позволяет предотвращать уход опухоли из-под иммунного ответа. Как видно на этих диаграммах, различия между группами контрольных и применения иммунопрепаратов все были статистически значимыми. В этой работе вновь показывается, что эффективность иммунного ответа впрямую зависит от величины фракции. Чем крупнее у нас фракция за один раз, тем и больше предполагается возможность иммунизации и увеличения совместного эффекта от иммунной радиотерапии. Что во многом определяет то, что сейчас идет уклон радиоиммунотерапии в сторону подведения более крупных стереотоксических доз. На этом слайде показано, что чем более агрессивнее мы будем себя вести по отношению к каждому очагу, а не к каким-то ограниченным, тем больше мы можем ожидать и эффективность радиоиммунотерапии. Поскольку известно, что опухоль часто поликлональна и имеет различные антигенные рецепторные профили, воздействие на каждый из этих очагов позволяет иммунизировать и презентовать каждую, соответственно, клон этих опухолей для последующего использования иммунопрепаратов. Этот слайд показывает, что это не совсем имеет отношение к немелкоклеточному раку легкого, но это интересно именно в плане первичных опухолей легкого, поскольку здесь показано, насколько проведение облучения очагов в печени и в легких различается и по эффективности. В печени гораздо более существенный ответ идет. И, вероятно, это связано, как предполагают авторы данной публикации, с большей насыщенностью иммунокомпетентными клетками и макрофагами в ткани печени. В нашем центре также проводится исследование последствий иммунологических эффектов и феноменов при облучении, и мы четко зафиксировали увеличение числа Т-лимфоцитов после проведения лучевой терапии у значительного числа пациентов, более 60%, причем это в основном Т-хелперы и цитотоксические Т-лимфоциты. Причем происходит этот наибольший рост в первой точке через месяц, и затем, после трем месяцам, постепенно приходит их возвращение к норме. Но в то же время есть и ряд пациентов, как на данных слайдах, которые почему-то не проявляют таких эффектов, и это является предметом нашего изучения сейчас. Тоже показано повышение уровня активированных цитотоксических Т-лимфоцитов, несущих на своей поверхности антигены после проведения лучевой терапии. В наших исследованиях тоже мы повторяем тот же постулат, что иммунный ответ после проведения лучевой терапии зависит от дозы. Если здесь при дозе 15 Грей до 45 мы видим более пологое повышение уровня, то здесь при более высоких дозах получаются такие горки. То есть идет намного более существенное повышение в первой точке после месяца, и затем более резкое снижение. Тоже будет изучаться, естественно, влияние это на отдаленные результаты. Говоря об опыте клинических испытаний в сочетании иммунотерапии с радиотерапией, конечно, прежде всего следует упомянуть два основных исследования, такие НОТ-001, в котором впервые было показано статистически значимое увеличение выживаемости, несомненно, при использовании препарата пембролизумаб в сочетании с лучевой терапией. В дальнейшем, в общем, это совершенно убедительно показало исследование ПАЦИФИК-2, в котором использовался дурвалумаб против плацебо после проведения химиотерапии, и химио-лучевой терапии. Схема химиотерапии была достаточно классическая для немелкоклеточного рака, и то, что уже говорил Сергей Владимирович, исследование показало увеличение выживаемости, как безрецидивной, так и общей, практически в два раза. Проводится и ряд менее, скажем так, масштабных исследований, но тоже вторая фаза рандомизированного клинического испытания, несомненно, продемонстрирует увеличение показателей выживаемости в группе использования препарата пембролизумаб в сочетании с лучевой терапией против группы только пембролизумаба. Причем, что интересно, как видно из этого слайда, эффективность лечения не зависела практически от уровня PD-L1, то есть презентация, видимо, рецепторных, презентация опухолевых клеток существенно увеличивает независимость от его уровня. Единственное, что не совсем было понятно в этом исследовании, это меньше эффективность лечения у женщин существенно, но это тоже будет в дальнейшем, думаю, анализироваться. Нерандомизированное исследование, ретроспективное, но по результатам перспективных ранее проведенных исследований показало, что использование и сочетание радиотерапии с анти-PD-L1 более эффективно, чем с препаратами анти-CTL-4. В прошлом году на Европейском конгрессе онкологов была любопытная работа о том, что у пациентов, которые ушли из-под ответа иммунотерапии, проведение стереотоксического облучения очагов опухолевых до 35 грей за 5 фракций позволило третьей этих пациентов вновь ответить на последующую иммунотерапию. Но надо сказать, что с обскопальными эффектами могут быть связаны и некоторые неприятности. В частности, целый ряд публикаций показал увеличение числа бронхиальных фистул после облучения легкого в сочетании с таргетной терапией. Ну вот, заключительные слайды показывают продолжающиеся множественные исследования с изучением иммунных модуляторов, с изучением режимов доз разовых, режимов фракционированной последовательности. И в результате всех этих исследований мы, конечно, будем с нетерпением ждать и на их основе решать, стоит ли, и решать, какие алгоритмы радиоиммунотерапии будут наиболее оптимальными. Ну и вот хочется сказать, что у нас прошла целая группа разных пациентов. Вот одна из них, пациентка с периферической аденокарциномой легкого, и GFR положительно, PDL1-5 процентов, проводилась во все виды лечения, дважды оперирована, значит, очередной рецидив. Как вы видите, здесь практически критическая дыхательная недостаточность терминальная, пациентка в положении ортопноя находилась постоянно, совершенно молодая, конечно, хотелось ей помочь, мы рискнули, побоялись сразу подводить большие дозы, пошли в режиме экстремального гипофракционирования, подвели одну дозу, 7 грей, на фоне, естественно, гормонотерапии, чтобы не увеличить отек, не усугубить дыхательную недостаточность. Потом с интервалом в две недели еще четыре фракции по 7 грей, то есть это уже приближается к стереотоксическим дозам. Был эзофагит умеренный, купированный, ну и вот результаты. Практически полное восстановление дыхательных путей. Сопоставление результатов до и после лечения, разница колоссальная, реконструкция. Таких пациентов у нас уже прошло несколько и, в общем-то, достаточно успешно, в том числе и на фоне иммунотерапии. И мы учимся бороться с вот такими тяжелыми пациентами с терминальной дыхательной недостаточностью, в том числе и с сочетанием радиотерапии и иммунотерапии. Таким образом, сочетанное использование иммунотерапевтических препаратов лучевой терапии приводит к достоверному увеличению показателей общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, что показано, по крайней мере, в двух крупных рандомизированных исследованиях. Оптимальные режимы до конца не определены и нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы реализовать все механизмы их совместного воздействия на опухоль. Спасибо.